Вот, и в зависимости от цвета выбрать, это краска, нет, это жёлтая, любую жёлтую карточку. Первая попавшаяся. Там. Давайте я прочитаю. Нет, я сейчас прочитаю, чтобы у меня очки принялись. Игра в правду. Неловкий вопрос. Уходили ли вы из заведения, намеренно, не оплатив счёт, или что-нибудь прихватив на память? Ни разу. Из гостиницы сувениров? Ни разу, ни разу, ни разу не уходил ни из какого заведения. Всегда платил. А на память, что-нибудь на память было, это когда я был молодой, это было. Правда, вторая часть, она близка уже мне. Когда мы стали ездить за границу, то, естественно, совершенно в каждом номере мы переезжали. Например, по Америке в 59-м году, там было, ну, наверное, городов сразу 15, представляете? И в каждом были свои какие-то пепельницы разные. Мы в то время курили, я очень много курил тогда. Курил не что-нибудь, а курил Дангел, я обожал совершенно. Жена моя тоже. И мы привозили с собой, мы брали эти пепельницы. Но я не думаю, что если бы мне там, это было не то, что неловко, как вам сказать, просто да, мы собирали. Вот эти пепельницы, я помню, их накопилось большое количество. Или спички, например. Каждое заведение было. А вот эти вот коробки, да. Спички, да, да, да. Да, очень интересно. Я, кстати, недавно нашел, смотри, господи, целый мешок вот этих самых, значит, спичек. Но это было, продолжалось буквально один год. Я понял потом, что если у меня будет так дальше продолжаться, то мне нужно будет просто открывать какой-то магазин и потом куда-то... Или выставку. Или выставку, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.